МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Археологи, историки и библеисты всего мира замерли в предвкушении сенсации. На севере Иордании сделана уникальная находка. В глубине одной из пещер обнаружено 70 древних металлических книг. Их страницы размером с визитку сделаны из свинца, а текст и рисунки удивительным образом наплавлены сверху. Первые исследования показали, что возраст металла больше двух тысяч лет. Это значит, что книги могли быть написаны при жизни Христа. Ценность одной книги может соизмеряться, ну и не знаю, тоннами чистого золота одна книга. Какие тайные истории человечества хранят в себе древние книги? Возможно, в них скрыты истинные знания о мире, которые нам до сих пор неизвестны. И может быть, то, что еще недавно мы считали мифами и легендами, на самом деле реальные исторические хроники. Вот так выглядят уникальные свинцовые книги, найденные на севере Иордании. Часть текста удалось расшифровать, и, по мнению историков, они принадлежат первым христианам, которые бежали в регион современной Иордании после падения Иерусалима. Но главная сенсация в том, что в одной из книг исследователи обнаружили упоминания о Христе и его последних днях. Более того, на одной из страниц изображен портрет мужчины. Учитывая возраст книг, совпадающий со временем жизни Мессии, ученые пока осторожно высказывают мысль, что это, возможно, единственный портрет самого Иисуса, сделанный при жизни. Ученые не сомневаются, что эта коллекция древних манускриптов способна перевернуть всю библейскую историю. Ведь до сих пор никаких других документальных свидетельств существования Христа не было. И даже Евангелие написано спустя столетия после распятия Сына Божьего. Библия и Евангелие писались не за один раз. Много раз переписывалось, много соборов проведено было, что вот это можно, а это вот в апокрифические издания. Вот это ни в коем случае нельзя, чтобы здесь вот было, в канонические издания попало и так далее. То есть, да, безусловно, это очень важная, это цивилизационно сохраняющая книга по популярности, самая первая на планете Земля сейчас. Вот. Но это текст, который, скажем так, был уже переработан. И сильно переработан. Ученые еще не подтвердили подлинность этой находки, но серьезных оснований сомневаться в этом нет. Ведь, по мнению специалистов, подделать тысячелетнюю коррозию металла невозможно. Теперь историкам и библеистам предстоит кропотливая работа. Ведь пока прочесть полностью книги невозможно. Они как будто запечатаны с двух сторон жесткими скобками. То есть, их нельзя просто так открыть. В этом исследователи видят символ таинственности христианского учения, которое может быть открыто лишь посвященным. Главное, что эта книга дает программу человечеству для выживания. Если бы человек был идеальным и шел, все выполнял то, что написано в Библии, ну, я не знаю, какое бы сейчас было общество на Земле и кем бы мы все были. Но человек слаб, человек грешен, и поэтому заповеди, которые упомянуты в Библиях, конечно, все они нарушаются. И люди бьются над загадками Библии многие уже столетия. Ученые признают, что расшифровка некоторых древних текстов может произвести эффект разорвавшейся бомбы и открыть человечеству неизвестные подробности нашего прошлого. И тогда мы сможем найти ответы на многие вопросы. Какую историю человечества нам не преподавали в школе? Какие неизвестные знания и технологии доносят до нас древние книги? И каким в действительности был мир древних богов, описанный на страницах старинных рукописей? Недавно завершился крупнейший за последние годы совместный исследовательский проект специалистов НАСА и французских ученых. Его результаты стали сенсацией. Проанализировав снимки, полученные из космоса, участники проекта пришли к выводу, что 25 тысяч лет назад Земля пережила глобальную ядерную войну. Предметом изучения стали более 100 кратеров по всей планете. Время, когда могла произойти гигантская катастрофа, ученые определили с помощью изотопного углеродного анализа геологических слоев этих воронок. Можно было бы предположить, что это следы падения метеоритов или астероидов. Однако по всем законам геологии, в астероидных кратерах должны были остаться большие скопления иридия, которые часто называют метеоритным веществом. Но как раз его ученые и не обнаружили. Зато нашли тектиты. Это песок, превращенный в стекло под воздействием огромного давления и высоких температур, больше 2000 градусов. Тектиты, когда их изучали химический состав, они не похожи. Это микроскопические частички, похожие на вулканическое стекло, размером микрона, иногда первые миллиметры, иногда первые сантиметры, которые имеют форму аэродинамического сопротивления. То есть они были выброшены по воздуху, образовались при огромном температуре, при гигантском давлении это установлено. Но они не похожи ни на вещество метеоритов по составу микроэлементов, макроэлементов, не похожи ни на вещество комет. Но зато они, похоже, проводились исследования на продукты ядерных взрывов в Неваде. Вот те тектиты и вот эти ядерные тринититы, которые называются в Неваде, по сути, одно и то же. Ученые определили и силу древних ядерных ударов. Более 500 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, бомбардировка Хиросима оценивалась в 20 тысяч тонн. Но откуда на Земле взялись следы от мощнейших ядерных взрывов такой давности? Неужели тысячи лет назад на Земле была война, которая изменила облик нашей планеты? Но кто и с кем воевал? И что на самом деле мы не знаем о своем прошлом? В поисках ответов исследователи обратились к древним текстам. Это строки из древнеиндийского эпоса Махабхарата. Это неизвестное оружие, железная молния, гигантский посланец смерти, превратило в пепел все племя в Ришнес и Антхакас. Обугленные трупы даже невозможно было опознать. Волосы и ногти выпадали, горшки разбивались без видимой причины. Птицы становились белыми. Через несколько часов вся пища становилась ядовитой. Пукара, летая на борту Вимана высокой мощности, бросил на тройной город только один снаряд, заряженный силой Вселенной. Раскаленный добела храм, похожий на 10 тысяч солнц, поднялся в его сиянии. То, что обнаружили ученые, может перевернуть все современные представления об истории земной цивилизации. Оказалось, что в древнеиндийских текстах не просто упоминается некое оружие огромной разрушительной мощности, но и в подробностях описываются битвы, подобные сценам из современных фильмов о Звездных войнах. Читать эти эпосы все равно, что читать захватывающую научную фантастику. В эпосах говорится о машинах, стреляющих огнем, которые называются виманой, об ужасных войнах и оружии, напоминающем современному человеку атомное оружие. Лук и стрелы рамы представляют собой оружие невероятной разрушительной силы, которая может за несколько мгновений стереть с лица земли целый город. Все это описывается в древнеиндийских эпосах. Но ведь Махабхарата написана не меньше четырех тысяч лет назад. Откуда такие знания у людей, обитавших на Земле задолго до нашей эры? Какое представление о высоких технологиях могли иметь древние индийцы? И как они могли с такой точностью описать действие оружия, которое было изобретено только в 20 веке? Каждое оружие действовало по-своему. Например, Брахмастер действовало, как наша ядерная бомба. То есть взрыв от него был ярко, как 10 тысяч сон в зените, уцелевших попадали волосы и ногти. Вскрыться от него можно было только в воде, и то потом начинались тяжелые последствия. Дротик Индры представлял собой круглый такой рефлектор и наводился на цель за счет вибраций, за счет звука летящих в воздухе объектов и излучал типа лазерного луча. То есть, по сути, это лазерное оружие Дротик Индры. Более того, в древних эпосах прямо указывается на то, что оружие принадлежало богам, летающим на своих виманах как по небу, так и между звезд. Неужели миллионы лет назад существовали технологии, которые современные ученые не могут разработать до сих пор? И какие еще уникальные знания хранятся в древних текстах? Ответы на эти вопросы, возможно, обнаружили китайские исследователи. Недавно ученые Китайской Академии Наук опубликовали сенсационный доклад, в котором сказано, что многим достижениям в аэрокосмической области страна обязана древнейшим текстом, написанным несколько тысяч лет назад. Именно в них ученые из Поднебесной нашли уникальные технологии, которые оказались применимы в наше время. Описывает тот мир, который совершенно отличался от нашего. Ничего похожего не имел на нашего, где и климат был другой, и континенты располагались по-другому, и оружие было только такое, которое сейчас разрабатывается, и летательные аппараты, которые очень были похожи на летающие тарелки, которые сейчас многие о которых говорят. И помимо того, что они летали над землей, участвовали в военных действиях, вот эти летательные аппараты, очень много приводится описаний, как на них путешествовали в космосе. Вот так выглядит уникальный памятник древнейшей ведической цивилизации, о котором говорят современные китайские авиаконструкторы. Трактат под названием «Виманика Шастра» обнаружили в 1875 году в одном из храмов Индии. Текст датируется IV веком до н.э. Когда он попал в руки ученых, они были поражены. Этот древнейший манускрипт оказался самой настоящей инструкцией по сборке летательных аппаратов. Причем описание приводится не в общих чертах, а с самым подробным объяснением строения двигателей, видов топлива, различных способов взлета и приземления. Действительно даны рекомендации, как нужно пилотом управлять эти летательные аппараты, что сделать, чтобы не получить облучение, как уничтожать врагов, как сохраниться, как сделаться невидимым аппаратом. Все даны подробные инструкции, как парализовать противоракетную защиту противников. Авиационный инженер из Германии Альгунд Энбом провел свое исследование и обнаружил, что в древнем тексте в Ямане Кашастры детальным образом описываются технические характеристики высокотехнологичных летательных аппаратов. В оригинале они называются в Яманами. Они могли парить, зависая в воздухе, двигаться вверх и вниз, назад и вперед, мчаться со скоростью ветра, либо перемещаться на огромное расстояние в мгновение ока, со скоростью мыслей. В трактате упоминается про 32 секрета, которые должен знать пилот в управлении виман, про необходимую для пилота диету, и даже расписывается техника безопасности управления виманами, вплоть до поведения при столкновении с птицами. Виманами называли нечто, что освещало небо или давало отражение. Когда в небе, в лучах солнца, появляется самолет, то он сверкает и бликует. И именно так это и описывается в Ведах. Дальше описывается, что у этих виман были колеса. Когда они двигались по земле, оставались следы. Когда они стартовали, начинался такой сильный ветер, что дрожали дома, и деревья вырывалось корнями, а слоны в панике убегали. Но стоит ли верить древним трактатам? Существовали ли виманы на самом деле? И какую роль сыграли в истории всего мира? Исследователи углубились в изучение древних индийских книг. И обнаружили подробности. Оказывается, упоминания о летательных машинах содержатся во многих текстах Древней Индии, в том числе в Ведах. Вот как описывается приближение этих машин в тексте, который датируется не позднее, чем 2500 годом до нашей эры. Дома и деревья дрожали, а небольшие растения вырывались с корнем ужасающим ветром. Пещеры в горах наполнялись грохотом, а небо, казалось, расколется на куски или упадет от огромной скорости и могучего грохота воздушного экипажа. В 150 стихах нескольких древнеиндийских рукописей исследователи обнаружили упоминания одной и той же виманы. Этот летательный аппарат треугольной формы состоит из трех этажей, имеет два крыла и три колеса, втягивающихся во время полета. Виманой управляют три пилота, и она может перевозить множество человек. А теперь глядитесь. Вашингтон, 2012 год. Американское космическое агентство НАСА впервые представляет прототип принципиально нового пассажирского самолета. Треугольная форма, три шасси. Разработчики сообщают, что этот самолет будет отличаться от обычных пассажирских лайнеров более высокой скоростью и меньшей затратой топлива. Это стало возможным только благодаря кардинальному изменению формы. Складывается впечатление, что американские конструкторы создавали свой сверхсовременный самолет по чертежам тысячелетней давности. Модель носит название X-48C, и ее уже называют самолетом будущего. Полноценная модель этого самолета появится лишь в 2025 году. Но еще пять тысячелетий назад древние жители Востока описывали точно такой же летательный аппарат, как обыденное явление. Как такое возможно? Неужели древняя цивилизация настолько опережала нас в развитии? Представьте себе, каким-то образом они владели технологиями, механическими инструментами, гигантскими пилами, теми, что используются в наши дни, которые могли резать гранит, как теплый нож масла. Они были в состоянии передвигать огромные каменные блоки, как будто с помощью какого-то левитационного луча или антигравитационных сил, которые, как по волшебству, поднимали предметы в воздух и ставили их рядом друг с другом. Это невероятное достижение инженерной мысли, которое и по сей день поражает археологов во всем мире. С конца 20-го столетия исследователи и военные конструкторы внимательно изучают технические характеристики виман. В древних текстах говорится, что они состояли из нескольких видов металла и работали на жидкостях, называемых мадху, раса и анна. Анализируя эти описания, санскритолог из Калькутты профессор Канджилал пришел к выводу, что раса – это ртуть, мадху – спирт, изготовленный из меда или сока фруктов, а анна – спирт из ферментированного риса или же масла растительного происхождения. Анализ древних текстов перешел из библиотек в научные лаборатории. Ученые стали изучать формулы сплавов, изложенные в древних книгах. Результаты были поразительными. На симпозиуме «Наука и техника Древней Индии» ученый Нарин Шетх продемонстрировал три совершенно новых вещества, которые получил в лаборатории по формулам, описанным в Виманике Шастра. Другой ученый-специалист по санскриту Ер обратился к директору индийского правительственного департамента с просьбой объединить усилия, чтобы попытаться воспроизвести сплавы. В 1991 году полученные сплавы прошли испытания. У этого материала выявились ранее неизвестные свойства, что сделало его пригодным для использования в современной авиации космических аппаратах и в военном деле. А в сентябре 1992 года газета «Индия Экспресс» опубликовала статью о том, что Виманика Шастра это, по сути, руководство по созданию суперсплавов для авиации будущего. Существовали различные виды этих кораблей. Некоторые из них имели форму сигар, представляли собой цилиндры с окнами по бокам, но крыльев у них не было. Другие по форме напоминали диск и были похожи на летающие тарелки. Еще у каких-то Виман были крылья, и они очень сильно смахивали на современные самолеты. И еще одна разновидность Виман напоминала сегодняшние вертолеты. Научный мир был заинтригован. Что могли знать о реактивной тяге древние индийцы? Неужели они действительно владели секретами воздухоплавания? К исследованиям подключились западные ученые. Через несколько лет тщательного изучения они обнародовали результат. В Калифорнии, в университете города Сан-Хосе, где проводились испытания свинцового сплава, описанного в Виманике Шастра, было выявлено. Сплав поглощает 85% энергии, излучаемой рубиновым лазером, а сплав медицинка и свинца обладает хорошей ковкостью и сильным сопротивлением коррозии. Кроме того, по инструкциям, описанным в древних текстах, ученые вывели высококачественный керамический материал, который после незначительной модификации позволяет получить очень мягкое и кислотоупорное стекло. Научное сообщество недоумевало. Неужели то, во что просто невозможно было поверить, на самом деле правда? И древние цивилизации обладали сверхсовременными технологиями. Но ведь эти открытия ломают все представления официальной истории о прошлом человечества. Я просто удивляюсь порой, и даже сильно очень удивляюсь, почему вот это дошедшее до нас уцелевшее чудом знание не преподают в школах. Потому что если бы их бы преподавали бы, то мы бы знали о своем бы прошлом бы не просто о каких-то таких иллюзорных, вот таких вот совершенно ни на чем не основанных предположениях, а мы реально бы знали бы из первоисточников о том, как описываются эти прошлые. И это были далеко не все открытия, связанные с древнеиндийскими книгами. Если описание летательных аппаратов и мощного оружия еще не до конца изучено и проверено учеными, то сведения из некоторых древних трактатов уже сейчас подтверждаются современными научными данными на 100%. В середине 20 века открыли двойную спираль ДНК. Тем самым разгадали тайну синтеза белков. Но поскольку их синтезом занимается только 5% ленты ДНК, то возникла новая тайна. Для чего предназначено 95% ДНК. И эта тайна до сих пор не разгадана. Будучи не в состоянии объяснить это шокирующее открытие, ученые рассматривают теорию о том, что наш генетический код был написан каким-то внеземным программистом. И неизвестная ДНК на самом деле это умная программа, способная развиваться. В эту генетическую программу встроена связь с бесконечной энергией и мудростью Вселенной. Другими словами, ДНК, которую ученые называют мусорным, на самом деле божественная ДНК. Так может это и есть реальное воплощение древней притчи о Боге, который прячется в каждом человеке. Но что тогда стало с древними богами? И почему на земле остался только человек? Исследователи древних текстов считают, что после создания земной разумной жизни боги первое время опекали своих подопечных, передавали им часть своих знаний и обучали различным технологиям. В санскрите и хиндии присутствует множество подобных звуков с выдохом через нос, а не через рот. Для других человеческих языков это явление крайне редкое. В Индии по сей день широко распространен странный обычай надрезания основания языка. Многие йоги специальными тренировками вытягивают язык в длину. Но зачем же так все усложнять? Для чего необходимы такие искусственные операции? А все потому, предполагают исследователи, что так проще разговаривать на языке нагов. Возможно, люди подсознательно до сих пор стремятся правильно говорить на языке богов. Когда еще не было письменности, когда люди еще умели общаться без письменности, запоминали огромные тексты и обладали большим количеством знаний, вот эти древние священные писания, они передавались устно, из поколения в поколение. Целые семьи устно заучивали огромные куски тексты, передавались из поколения в поколение, для того, чтобы потом к приходу Кали-юги, это третье тысячелетие до нашей эры, чтобы вот эти все знания были уже записаны в письменном виде и сохранены для последующего, для будущего человечества. Так вот, если мы смотрим на этот санскрит, он обозначается как язык богов. Брахманы так и говорят, что санскрит – это язык богов. Погружаясь в изучение древних текстов, ученые делают все больше неожиданных открытий. Недавно группа западных ученых, исследовавших Библию, заявила, что тоже обнаружила в священном тексте закодированную информацию об истинном происхождении человека. Разложив название первой книги Библии «Генезис» – «Бытие», исследователи пришли в изумление. Греческое слово «генезис» можно разложить на две составляющие – «ген» и «изис». А поскольку «изис» и «венера» – это разные имена одной богини, то сочетание «ген-изис» фактически означает «ген Венеры». Это открытие подтолкнуло ученых к смелой гипотезе о том, что создатели человека были с Венеры. И это их гены заложены в нас. Сторонники теории внеземного происхождения человека до сих пор спорят о том, какая планета могла стать прародиной землян. Кроме «Венеры» называют еще Марс, Луну и даже спутник Юпитера Европу. Но все меньше становится тех, кто категорически отрицает теорию о вмешательстве в создание человеческой цивилизации пришельцев с одного из небесных тел. Мы думаем, что история развивается только вперед, то есть прогрессируя. Но мы знаем, что история – это спираль. И история знает свои взлеты и падения. То есть наступают иногда вслед за развитием темные века, как говорили раньше, провалы человечества отбрасываются в своем развитии. Многие изобретения, мудрости, знания, они превращаются в какие-то клады нереализованные. То есть и предстоит, конечно, и расшифровывать, и смотреть, что можно использовать. Ведь мы не можем прокладывать дорогу в будущее, не зная хорошо нашего прошлого. А мы наше прошлое еще очень плохо знаем. В различных религиях мира существует огромное количество книг, претендующих на откровение свыше. Но существуют ли доказательства, что именно эта книга и есть Слово Бога? Представьте, что вы решили написать книгу так же, как была написана Библия. Вероятно, вам пришлось бы предпринять следующие шаги. Во-первых, вы попросили бы помочь вам в написании книги людей из различных сфер жизни, врачей, учителей, рабочих и ученых. Всего примерно 40 соавторов. Вы попросили бы их писать на следующие темы. Творение Вселенной, религия, философия и будущее человечества. Затем все мысли этих людей необходимо объединить в одной книге. Как вы думаете, что получится? Вероятнее всего, это будет самый хаотичный набор мыслей, которые вы когда-либо видели. И только с одной книгой в мире такой опыт не обернулся провалом. Дело в том, что Библию изучали как 100 лет и 200 лет назад, так и изучают и будут дальше, пока существует человек. В ней очень много тайн нераскрытых. Причем с позиции верующего человека или атеиста можно подходить к Библии, но и тот, и другой скажут, что это гениальное творение. Только верующий скажет, что это подсказано Богом. Атеист скажет, что это гениальное творение гениальных людей, мыслителей. В начале 20 века во всех ведущих газетах США появилась публикация русского эмигранта Ивана Панина. Известный ученый, математик и лингвист бросил вызов любому, кто опровергнет собранные им доказательства одного феномена. Панин утверждал, что к созданию Библии приложил руку сам Творец. Всю свою жизнь доктор Панин, бывший атеист, а теперь искренне верующий христианин, посвятил математическому анализу Библии. Ученый вычислил цифровой код Писания, и заключен он всего в одной цифре – 7. Эта цифра связывает все книги Библии. Сначала Панин обнаружил, что в вычислении цифровых значений слов, когда каждой букве присваивается определенное число, как в нумерологии, а затем эти цифры суммируются, постоянно дает семерку. В абзаце, в строке, в отдельных книгах Библии, везде, математик получал только эту цифру. Потом он подсчитал, что количество слов в Святом Писании делится на 7. На эту цифру делятся также собственные мужские и женские имена. Количество слов, начинающихся с гласной и согласной буквы. Количество самих гласных и согласных, и даже слов, начинающихся с каждой буквы алфавита. Этот список можно продолжить до бесконечности. Проделав титаническую работу с каждой книгой Библии, Ипанин сделал вывод о сверхъестественной природе Писания. Вот пример из Ветхого Завета, который изначально был написан на древнееврейском языке. 99,9% людей того времени были неграмотными. 90% населения тогда, допустим, Ближнего Востока, это люди, которые 90% дальше своего селения не выходили. Или уходили там, может быть, на 10-20 километров. То есть вот такой ограниченный круг знаний у человека того времени. И как такому человеку объяснить, скажем, что атомарное строение мира, о том, как космос устроен, как Земля, как живут другие люди. Это можно объяснить только одним, сделал вывод Иван Панин. Святое Писание записывали на бумаге разные писатели, но автору Библии всего один – Творец. Каким образом автор надиктовывал исполнителям библейские тексты сегодняшняя наука, сказать не может. А между тем, вызов Панина, брошенный через газеты с предложением опровергнуть божественное происхождение Библии, не рискнул принять ни один человек. Знал ли тогда ученый о существовании антипода Библии? И каким бы оказался код дьявола, если бы математик применил свою теорию к знаменитому кодексу Гигас? Как бы то ни было, исследователи этого манускрипта считают, что он небезопасен для человечества. Во времена, когда человечество из года в год ищет все новые предзнаменования апокалипсиса, имена великих предсказателей будущего всегда на слуху. Пророчества Мишеля Нострадамуса и Ванги, Вольфа Мессинга и Эдгара Кейси изучены досконально. Но мало кто знает о неординарном ученом из средневековой Германии, Альберте Великом. А ведь именно он 8 веков назад с большой точностью предсказал многие события, которые произошли с человечеством до нашего времени. Более того, его предсказания описывают события 24 века. Что же нас ждет в ближайшие три столетия? Как Альберт Великий связан с Библией дьявола? И за что церковь канонизировала средневекового предсказателя? В небольшом чешском городке Кутногора, в 70 километрах от Праги, находится уникальная в своем роде часовня. Более жуткое зрелище внутри действующего храма трудно себе представить. Все внутреннее убранство часовни сделано из человеческих костей. На изготовление одной только люстры ушли останки 5 тысяч человек. Для строительства этой церкви были использованы кости людей, которые погибли от бубонной чумы, бушевавшей в Кутне в 1318 году. Болезнь разразилась в этом городе совершенно внезапно, как будто взялась из ниоткуда, не затронув при этом жителей соседних деревень. Современники тех страшных событий чудом, оставшиеся в живых, были уверены. Чуму на город наслала книга, на страницах которой хранилось самое большое изображение дьявола из всех имеющихся на Земле. По легенде, эта книга, где бы она ни появлялась, всюду приносила несчастье. Неслучайно древний фолиант Кодекс Гигас получил второе название «Библия дьявола». Кодекс Гигас звучит, конечно, заманчиво и таинственно, а когда переведешь, то просто большая книга. И все тут. Так мозг устроен, что мы всегда воспринимаем латынь как что-то тайное. Сейчас «Библия дьявола», скрытая под пуленепробиваемым стеклом, выставлена в Королевской библиотеке в Стокгольме. Но нашли ее в той самой Костнице под Прагой. Эта книга одним своим видом внушает трепет. Кодекс Гигас просто огромный. 624 страницы с прекрасно выделанной ослиной кожей. 92 сантиметра в высоту, 50 сантиметров в ширину и толщиной 22 сантиметра. Этот гигантский древний фолиант весит 75 килограммов. На сегодня Кодекс признан одним из самых загадочных писаний в истории человечества. История создания Библии дьявола окутана тайной. По легенде, монах, совершивший страшный грех, приказал замуровать себя заживо в небольшой комнате. И чтобы искупить свою вину, дал обет написать книгу, которая будет содержать в себе все знания человечества. Послушник обещал создать самую мудрую книгу. Но потом понял, что в срок закончить ее не успеет. Тогда монах обратился с мольбой о помощи к дьяволу, пообещав взамен отдать свою душу. И сатана согласится. Подобные книги уже создавались во времена, в античные времена. Может быть, даже более древние времена. Но называлось, естественно, это по-другому. Если есть религия, то были люди, которые отрицали ее. Были люди, которые противодействовали ей. Да, еще в VII-VIII веках уже были антихристианские книги. Они, понятно, что держались под большим секретом. Они хранились в каких-то сектах. А секты уже были и в те времена. Еще тогда молодая христианская религия. Только распоравляла плечи, завоевывала власть в Европе, в Азии. Но уже создавались вот эти секты антихристианские. И вот подобные книги, они были. Как гласит легенда, в процессе написания темного властелина охватила гордыня. И он решил оставить свой портрет, как вечное напоминание о своем творении. Более четкого и красочного рисунка, когда-либо существовавшего в документальных книгах древности, не найти. Важно отметить, что тот монах, который писал эту книгу, он, конечно, не был хорошим художником. Совершенно. Поэтому он и представлен в неких пропорциях странных. Но что самое удивительное, они утвердили главное. Это горностай. Ведь он одет в шубу горностая. А горностай, как известно, это высшее, да, это один из символов высшей власти. Радиоуглеродный анализ показал, что книга была написана в 1240 году. Многочисленные почерковедческие экспертизы и анализы красок показали, что писал кодекс Гигас действительно один человек. Одними и теми же чернилами на основе пчелиного воска. Однако на создание такого объема рукописного текста с такими сложными иллюстрациями писцу потребовалось бы не меньше 30 лет. Может быть, один переписчик. Но бывало так, что переписчики в средние века, они вырабатывали... Была своя школа переписи. И учились, то есть трудно было отличить одного писца от другого по почерку. То есть они как бы одна школа, они одинаково выписывали буквы, слова, там, отступ в строках, там, и так далее, то есть вот техника. Поэтому иногда сложно сказать, что один ли человек писал ту или иную книгу, или трудилась целая артель, там, или группа переписчиков. По содержанию кодекс дьявола, как ни странно, почти не отличается от обычной Библии. В нем есть тексты Нового и Ветхого Заветов, описаны различные сцены из истории человечества. Более того, несмотря на бесчинство Инквизиции, этот фолиант церковь на протяжении веков бережно хранила. Однако небольшая часть кодекса все-таки исчезла. Одна из самых больших загадок вокруг этой книги – восемь пропавших страниц, которых не хватает сразу после рисунка сатаны. О чем были эти страницы? И почему только они исчезли из древнего кодекса? Не было подобных книг вообще, которые бы содержали в себе все магические и все колдовские и ведические написания в отношении концентрации зла на страницах. И заметьте, все-таки бедензианцы владели медициной, ядами и противоядами. Поэтому носит это все, конечно, огромный мифический характер. Исследователи предполагают, что на недостающих листах были описаны магические обряды и предсказания дьявола, из которых сохранились только последние строки. В них говорится о попытке трижды захватить мир. Ученые перерыли архивы всей Чехии и близлежащих стран в поисках похожего текста. И нашли в Кёльне книгу «Оракулы», автором которой был средневековый алхимик Альберт фон Больштадт. Современники называли его Альбертом Великим. Вот та самая фраза, которую искали ученые. «Германия трижды будет на краю победы за период, равный 700 годам. Она трижды почти овладеет миром». Исследователи были поражены, когда соотнесли предсказания Альберта Великого с историческими событиями. Совпадение было стопроцентным. Первая попытка Великой Победы была предпринята в 16 веке, когда Карл V Габсбург был одновременно королем Священной Римской империи и Испании. Вторую попытку предприняла династия Гоген-Солернов в 19-20 веках. И, наконец, третий раз завладеть миром в середине 20 века попытался Адольф Гитлер. Получалось, что Германия действительно за 700 лет трижды была на краю вожделенной победы, но так ее и не добилась. Сомнений не было. В Библии дьявола сохранился фрагмент именно этой книги. Заинтригованные исследователи изучили и другие предсказания средневекового ученого. В далеком 13 веке, когда человечество не имело ни малейшего представления об электричестве, он предрек его появление. Предсказал изобретение автомобиля, летательных аппаратов и даже роботов. Среди уже сбывшихся пророчеств и полет человека на Луну. В 2080 году, по предсказанию Альберта Великого, люди полетят на Марс. А в 2280 из океана поднимется Атлантида. Через тысячу лет после смерти Альберта Великого ангелы будут сходить с неба, как в допотопные времена. Новые острова встанут из океана. Странный древний остров покажет вершины свои из гор и вод за Геракловыми столпами. Это было последнее предсказание Альберта Великого, написанное за несколько дней до его смерти, в 1280 году. В начале 20 века католическая церковь признала его учителем церкви и канонизировала. Но до сих пор не ясно, как его цитаты из книги Оракулы попали в кодекс Гигаса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Древнейшей из всех таинственных книг считается легендарная книга Торта. Ее точный возраст неизвестен никому. Но исследователи считают, что появилась она задолго до Рождества Христова, и ей как минимум тысячи, а возможно и десятки тысяч лет. Многие историки убеждены, что в момент зарождения египетской цивилизации жрецы и фараоны должны быть уже обладали книгой Тота, которая по многочисленным легендам давала своим владельцам безграничную власть и могущество, процветание и счастье. В этих книгах Тота было предсказание будущего, когда произойдут какие события. Дальше в них было описание прошлого. Не случайно атлантологи, те люди, которые верят в Атлантиду и изучают, была она или нет, так же, как и Гиперборея, значит, они считают, что там, в книге Тота, они найдут ответ на этот вопрос, потому что многие знания пришли в Египет, якобы из Атлантиды. Но кто создал этот таинственный папирус? Откуда древний автор черпал знания, за которыми люди охотятся на протяжении столетий? Если верить преданиям, рукопись потому и обладает могущественной силой, что создал ее сам Тот, египетский бог счета, письменности и мудрости. В народе его называли лунным диском, так как верили, что это преемник самого главного бога Солнцера. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...